Всем привет, на связи маффин эльфа. Сегодня у нас туториал по имитации милого летнига в программе Procreate. Я уже создала холст, залила его черным цветом. Если кто еще этого не делал, вы можете выбрать любой цвет, потом просто перетащить его на холст, то он зальется. Делаем это черным. Чтобы создать эскиз, я создал новый слой. Берем белый цвет, то, что у меня у нас белый, и скетч. Похоже на какой-то такой карандаш. Значит, я размечаю себе... Вместо какой-то буквы. Довольно условно на глаз. Вы можете также использовать сеточку. Вот она. Размечаем буковки. Слово у нас лово. Музыка. Музыка. Субтитры сделал DimaTorzok Вот я разметила, вижу, что можно немножечко сюда подвинуть вниз Делаю проразность поменьше, начинаю прорабатывать плита кисточкой Например, у буквы L будут сверху такие засечки фигурные Вот эти, чтобы не рисовать засечку два раза, просто ее скопировать Copy Past Вот она у нас в новом слое, мы можем ее отразить и просто приставить со стороны, она будет такая же Далее делаем шипик, шипик можно тоже обозначить на этом слое, потому что они у нас должны быть по серединке, вот так мы отмечаем Так как будто мы скетч подложили под листочек, да? Это как-то мел, не старайтесь там сделать супер какие-то Далее делаем шипик, 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 шипик Ничего, у меня везде примерно такие одинаковые кругленькие элементы, чтобы буква смотрелась органичной О, буквы L будут более сложные вот эти, и они будут не одинаковые в высоте Потому что здесь у меня пустое пространство, поэтому сюда выведем такой аккоративный элемент Тоже скругленный, скругленный такой С этой стороны они будут поменьше Получается такой вегетарианский стиль Для него характерно много украшательств таких аккоративных элементов Это ушечек Надеваю, что он под ним еще скелет буквы нашей остался Сколько поменьше Так, здесь буковка наша Видите, у меня есть снизу эскиз, поэтому довольно легко Вот, а потом сверху Если что-то не нравится, стираем Поменьше Буква Буква V у меня будет такой Хвостик Примерно здесь одинаково, чтобы у них было, да, просто Опять же, можете использовать сеточку, она очень помогает Самые буквы у меня антиквенные, то есть у них есть засечки, есть разная ширина штрихов, то есть это тоненькие, толстенькие, да Нарисовала пока скелет и на следующем слое буду рисовать орнамент, потому что он будет как будто заходить за букву, чтобы мне потом саму букву не стирать Он будет похож на вот эти элементы Может прям так вести, потому что потом, когда будете стирать, он не будет заходить Он будет трогать буквы И Побольше места И заодно они заполняются эти пустые места, которые внизу остались у нас Вот этот элемент у нас получился Теперь мы можем просто стереть там, где он заходит за букву, как будто он сзади И стереть здесь Там, где он спереди, букву, то есть мы стираем и вот сам элемент у нас не трогается Только контур буковки Вот так получилось, что он как будто здесь спереди Буква И Буква И Ножка, ой, видите, у меня чуть-чуть не доходит до сюда Будем справлять Иначе они получатся очень На разной высоте На разной высоте Надеюсь тоже, чтобы контур был такой же, как сверху Здесь совсем тоненько Такие элементы Здесь будет узорный шип и низковато, чтобы чуть-чуть поднять мы эту часть обводим, чуть-чуть поднимаем. Здесь такой завиточек, потому что здесь такое пустое место у нас. И большой нижний штрих. Контуры у нас готовы, теперь мы можем уже отключить. Тут осталась эта линия. Уже похоже, как будто мел написано на его доске. Можно сразу добавить немножечко текстуры на новом слое. Есть такие специальные кисти для текстурки. Вот такая кисть. Сразу добавляют такое. Как будто пыль отмела. Мы можем работать уже на новом слое, чтобы наши контуры никак не были затронуты. Для заливок у меня есть такие кисти, например Soft. Вот такая довольно мягенькая. Что-то нам слое делаем. Чтобы добавить объемчик. Такая яркая. Есть более такие кисти. Они мелочи похожие. Такой кистью легко делать такие штриховки, чтобы заполнять. Например, вот эта часть буквы у меня будет полностью закрашена. Здесь оставим такой блик. Вы можете использовать как будто это крупный мел или сделать поменьше. Он тогда будет такой вот прям штриховочкой такой. Закрашеный. Так, чтобы оно сочеталось и сделаю еще уе такое уже закрашенное. Другой попробую вот кругленький, например. Вы можете оставлять такие промежутки, потому что они дают эффект нарисованности. Так. Выкрасили. Вот теперь они сочетаются. Так. Мы будем сильно усложнять. Добавим немножечко узоров. Я здесь или кто узорчики. Например, такие кружочки. Тоже новый слой. Так. 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 Вот. Если вам нужны кружочки поменьше, можно просто в кисти это сделать. Вот так вот. Вот поменьше. Надеюсь попробую. Мне больше не нравится. Там, где у нас выходит за контур, можно спокойно стереть, потому что у нас тут другой слой. Так. Здесь такой сделаем. Здесь такой полосатый. Убираем где не нужно. Можно даже сделать поменьше прозрачности, потому что они не были такие яркие. Здесь можно всю луку такую сделать. Не очень яркие, поэтому... Убираем. И делаем дублирование. Он сразу становится поярче. Стираем где не нужно. Угу. 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 Так. Добавим тенек с нашим остальным элементом. Этот мел похож, как будто его чуть-чуть размазали пальцем. Думаю, так тоже иногда делаю, когда сумела. Вот, появляется такой объем. Вот и снова так же делаю. Немного декоративных элементов добавляем в узор. Вот, тень наши готовы. Можно еще добавить обводку. Тоже маленькой листочкой. Водка может быть такая вот однородная, может быть декоративная. В следующей букве покажу декоративную обводку. Вот, здесь разные обводы, например, можно сделать такую обводку. Функтирную. Не надо выводить каждый штрих. Вот, еще моя любимая ботка к пружочкам есть. Смотрится очень декоративно. Опять же, не нужно каждую точку вырисовывать. Я добавляю ее в ноги своей работы. Здесь тоже обычную сделаю. Я добавляю его в кае. Темśnie. Хат persönlich. А этом я добавляю делать декоративная фонда. Да. Я добавляю в Практически у нас все готово, можно добавить декоративные элементы, завитушки, обычно делаем на слой, потому что иногда хочется что-то добавить или наоборот стереть, декоративные элементы еще есть разные, завитушки тоже есть, мне еще нравятся такие, можно варьировать размер, такие побольше в некоторых местах поставить, поменьше. Маленькие, совсем маленькие. 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 Да, это осталось добавить немножко завитушек. Обычно добавляем много завитушек, потому что их очень люблю. В целом мы добавляем, чтобы просто объединить композицию и немножечко разбавить пустые места, если они есть. здесь я бы тоже завитушек добавила дополнительную наглядочку. Просто их нужно добавить, чтобы они повторялись. То, что если здесь будут завитушки, а здесь нигде не будет, композиция не будет смотреться цельной. Вот, это как и будет у нас получилось. Спасибо.